Уважаемые две такие огромные семьи. Это семья из России, семья из Украины. Летят вместе авиакомпании Вива. Карлос уже их встречает в Мейтко-Сити. Ну вот, я помогаю зарегистрироваться на рейс. Когда Карлоса нет в Ханкун, это делаем мы. У нас есть своя машина. Помогаем здесь найти жилье, разместиться. В принципе, можно показать, да? Вот, здесь мы купили билеты. Ребята купили билеты, которые из Украины. Цена билета. Билеты обошлись на двое взрослых и двое детей. 4600 песо, это чуть больше 250 долларов. У них просто эконома. Ребята, которые из России, взяли билет чуть подороже, потому что у них больше багажа. Тут у них в авиакомпании Вива как приорити, у них это называется смарт. Вот они как раз стоят здесь на регистрацию. Ребята, у которых билеты подешевле, которые из Украины, они стоят туда. Они будут останавливаться в отеле, а ребята, которые из России, поедут в Мейтко-Сити в апартаменты. Мы уже нашли им апартаменты. Ребят, самое главное, берите с собой деньги на карте. Вам везде нужны будут деньги на карте. Чтобы арендовать себе жилье недорого через R&B. Или, например, купить билет на самолет, если заранее покупать через карту, это будет дешевле, чем если вы покупаете прямо здесь, в кассе. Зачем переплачивать? Потому что у нас сегодня уже вторые ребята, две семьи, у обоих нет денег на карте. Даже нам сейчас пришлось брать наличными 200 долларов и переделать транзакцию со своей сбербанковской картой на карту ребят из России. Потому что нужно было помочь, чтобы они сами нашли себе жилье. А где проходит регистрацию? Здесь. За два часа до вылета авиакомпания Билла. Аэропорт Канкун. Почему Гомес к ним не приехал? Ну, потому что мы помогаем отсюда уехать. И чтобы сэкономить на билетах для Гомеса, потому что ему нужно было прилететь сюда, их забрать и отсюда уже ехать туда. Когда мы здесь в Мексике, в Канкун, мы обычно отправляем ребят сразу же из аэропорта, помогаем им здесь, а Кардос уже их встречает в Мехико-Сити. Когда нас здесь нет, мы не всегда бываем здесь в Мексике, потому что мы сюда приезжаем, чтобы сделать материалы. Или, например, вот сейчас в данный момент нужно было решить вопрос с границы, потому что было очень много слухов, что там кого-то разделяют, что там очень много людей. Нужно было самим сюда приехать, и мы находились здесь целых полтора месяца, даже два месяца, чтобы развеивать вот такие вот неадекватные мифы, неадекватных людей, которые никогда в Мексике не были, но при этом раздувают вот такие вот непонятные новости. Сами приезжаем, сами все смотрим, сами делаем видео. Ну и мы завтра уезжаем из Мексики. Из-за этого, если вы приедете уже без нас, то лучше всего, чтобы Карлос вас встречал уже здесь в Канкун и с ним ехать прямо отсюда. Итак, ребят, подписывайтесь на наш канал. Удачи в миграции!